Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о состоянии архивного дела в Крыму. У нас в гостях заведующий отделом правового обеспечения Государственной архивной службы Республики Крым Рустам Шукурович Амедеев. Здравствуйте, Рустам Шукурович! Для начала давайте поговорим о том, какая работа в вашей сфере, в вашем ведомстве была проделана за время вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Безусловно, работа была проделана огромная и нам есть чем гордиться. Хотел бы начать с того, что Крым вошел в состав Российской Федерации и, соответственно, стояли вопросы обеспечения интеграции в экономическую, кредитную, финансовую и, безусловно, правовую систему Российской Федерации. Безусловно, у нас есть свой законодательный орган власти в Крыму и первоочередная задача стояла перед Государственной архивной службой Республики Крым. Это разработка предложений и внесение проектов на рассмотрение Государственного совета Республики Крым в сфере архивного дела. Соответственно, на сегодняшний день такие законы приняты. Это закон от 14 августа номер 50 ЗРК об архивном изделии в Республике Крым, а также закон о наделении органов местного соуправления отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела. В целом, архивная отрасль отнесена к совместному ведению Российской Федерации и субъекта Федерации, то есть Крыма. Работа налажена. Если говорить о работе более детально, на сегодняшний день система государственного управления в архивной отрасли каким образом сложилась, проще говоря, кто за что сегодня отвечает? Безусловно, данные вопросы жестко регламентированы и в соответствии с законодательством, которое я озвучил, помимо Государственного совета Республики Крым, Совета министров Республики Крым, существует орган исполнительной власти, Государственная архивная служба, которая является органом управления архивным делом. Также существуют подведомственные ей учреждения, которые созданы в обеспечении деятельности органа исполнительной власти и непосредственно для комплектования, сохранности и использования этих документов. Это два казенных учреждения. Собственно, Государственный архив Республики Крым и Государственный архив Республики Крым по личному составу. Аналогичная ситуация и на местном уровне. Существуют органы управления архивным делом и муниципальные архивы. Кстати говоря, о муниципальных архивах везде ли данная система выдержана? Есть ли какие-то отступления на местах на сегодняшний день? В Крыму 25 регионов и большей частью, безусловно, требования законодательства выдержаны. Зачастую архивные отделы объединены с муниципальными архивами. Соответственно, представляют структурные подразделения администрации. Встречаются также выделения архивов в самостоятельные учреждения в виде муниципальных казенных или муниципальных бюджетных учреждений. Но, к сожалению, не все это понимают. Пытаются местные руководители в целях экономии бюджетных средств выдумать нечто новое. И, соответственно, нарушение законодательства может иметь неблагоприятные последствия в виде нарушения прав свобод граждан. Такая ситуация, к сожалению, есть основания полагать, что сложилась в Раздольненском районе. Но, я думаю, мы выйдем на место и донесем позиции закона и все приведем в соответствии с законодательством. И, соответственно, не будет нарушений законов, независимо от места проживания крымчан, будь то север и будь то юг. Законы должны соблюдаться везде и комфортная среда в Крыму должна быть везде. То есть, работа в этом направлении идет и ваши работники следят за этой ситуацией. Если говорить о ситуации в целом, о современном состоянии архивов в Крыму, на сегодняшний день в каком они находятся в состоянии? Вот я вкратце сказал, что существует два архива. Один из них — это государственное казенное учреждение «Государственный архив Республики Крым». Он создан на базе предыдущего госархива ВРК. Соответственно, в наследие ему досталась устаревшая материально-техническая база. Есть оборудование, которое эксплуатировалось в течение 60 лет, и оно уже 5 лет тому назад вышло из строя, и мы не можем осуществлять микрофильмирование документов. Соответственно, необходимо приобретать уже современное оборудование, чтобы обеспечить участок работы, и мы имели копии документов на пленке, потому что свойства документа со временем теряются, и мы можем не восполнить этот фонд. Поэтому этот вопрос необходимо будет урегулировать. На сегодняшний день правительством Крыма принята программа, которая позволит нам модернизировать материально-техническую базу данного архива, купить соответствующее оборудование по микрофильмированию, современные сканеры, и в целом поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим у нас в хранилищах путем приобретения современной системы промышленного кондиционирования воздуха. Но, безусловно, это новые вызовы, поскольку все необходимо осуществлять в соответствии с новым законодательством, имея в виду государственные закупки. Я думаю, справимся, поскольку у нас работает коллектив, имеющий значительный опыт работы в сфере архивного дела, и они уже перешли на работу в новых архивах. Соответственно, второй архив также по личному составу создан, но он уже создан впервые для Крыма. Он обеспечивает сохранность документов по личному составу. Соответственно, если необходимо подтвердить работу в тех или иных учреждениях, нужно будет обращаться туда. Соответственно, там этот архив находится в стадии комплектования, решаются хозяйственные вопросы, и осуществляется планомерно завоз документов. Но следует также понимать, что туда будут завезены документы по личному составу республиканского уровня. Что касается, допустим, коммунальных предприятий, учреждений, организаций, то архивы по личному составу должны функционировать и на муниципальном уровне также. Ну, раз речь зашла уже о документах, вот в каком состоянии сегодня предприятия сдают документы? Отвечают ли они тем необходимым требованиям, или, возможно, вообще некоторые документы утеряны? Если это так, то какую ответственность могут понести руководители этих предприятий? Да, отношения к документам самые различные. Есть руководители, которые прекрасно понимают значимость каждого документа, как для отдельного гражданина, так и для общества и государства в целом, и бережно относятся к документам. Есть же, встречаются случаи и пренебрежительного отношения к документам, когда они сохранятся не в упорядоченном виде, а в мешках, ну, как обычный товар, да. Но в любом случае за нарушение условий хранения документов или за их порчу, уничтожение, без проведения экспертизы может наступить ответственность. Поэтому каждый руководитель должен это понимать. Вы говорите об уголовной ответственности. Да, безусловно, есть и административная ответственность, и уголовная ответственность. Да, все зависит от того, какие документы были повреждены или уничтожены. Безусловно, за уничтожение документов архивного фонда, то есть документов, которые имеют огромное значение для общества и государства в целом, предусмотрена вполне справедливая ответственность, это уголовная ответственность. Ну документы документам рознь, вот срок годности документов есть ли в архивах? Если есть, то как определяете, какие документы уже старше этого срока положенного и от них необходимо избавляться, какие будут храниться векам, можно сказать? Чтобы передать документы на государственное хранение в один из архивов, надо определиться с информацией, которая в них содержится. Допустим, документы по личному составу имеют в соответствии с действующим законодательным сроком хранения, документы архивного фонда, то есть те, о которых я говорил, они должны храниться вечно и приниматься на постоянное государственное хранение в Госархив Республики Крым. Все это осуществляется на основании экспертизы ценности этих документов. Сформируется специальная комиссия, которая прорабатывает ценность каждого документа. Буквально минутка у нас осталась. Если у вас есть какая-то ценная информация, которую, возможно, вы хотели бы донести до телезрителей, у вас есть этот шанс? Безусловно, мы принимаем все меры для того, чтобы в условиях переходного периода, он у нас еще продолжается, мы смогли достойно выполнить все поставленные перед нами задачи и занять достойное место в системе архивной отрасли Российской Федерации. Безусловно, имеющийся потенциал у наших сотрудников, поддержку руководства Совета Министров, наша цель будет достигнута. И благодарим вас, средства массовой информации, за поддержку которой вы также оказываете нам в освещении наших мероприятий. Спасибо вам, успехов! На этом у нас все. Оставайтесь с первым крымским. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин